Ох, полно нет! Ямы, глубокая колея, грязь и глина. Таков путь до садоводства речной причал под Барнаулом. Каждый раз испытания для машины. Знаете, Лидову попробуем, бампера 2-3 здесь оставили. Бампера 2-3 оставили. Вот и у меня тоже болтает. Альтернативный путь есть, длиной в 10 километров. Раньше люди спокойно ездили по основной дороге по пропускам. Дело в том, что она пролегает по территории речного водозабора. Но в 2020-м проезд закрыли. Нам перекрыли полностью и проход, и проезд, объясняя тем, что боремся с терроризмом. В администрации центрального района нам сказали, вы, пожалуйста, не шумите. Вот, пожалуйста, только не надо выходить на пикетки, на митинге, не перекрывайте там дороги. И как-нибудь мы вам что-нибудь придумаем, что-нибудь как-нибудь поможем, может быть. Но не помогли. Среди владельцев 24 участков были те, кто жил здесь круглый год. Многие побросали свои домики. Кто в эту колею попадает, он потом скребет, пузом, мостами цепляет, как бы это, газу до отказу, цепи одевает и попер. Водоканал уверяет, пропускает экстренные службы, скорую и пожарных. Но горький опыт Сони Терехова говорит об обратном. В прошлом году ее бабушку не успели спасти. Пенсионерке стало плохо в 5 утра. Внучка вызвала врачей и примчалась садоводство. Но охрана на въезде сначала не пускала ее, а потом и скорую. Я не успела. Бабушка умерла буквально за минуту до моего приезда. Когда скорую пропустили к нам на территорию дома, спасать уже было некого. Многие владельцы участков заслужены ветераны труда и даже войны. И для некоторых садоводство было домом. Чтобы сходить в магазинчик, пообщаться с людьми, я должен вот здесь спуститься метров на 5 вниз и потом, ну, 100 метров, будем говорить, вверх. Подняться вверх. Но мне, допустим, 75 лет тренировка хорошая. А вот когда поднимешься, то язык-то как-то немножко вываливается. Летом до магазина час 15. Зимой два часа. Через речку по воде или, как говорят жильцы, вплавь по снегу. Это, конечно, все выглядит достаточно забавно, если мы не будем вспоминать то, что под нашими ногами вода. В 20-м году садоводам обещали продлить возможность проезда по территории водозабора по специальным пропускам. До тех пор, пока не сделают альтернативную. А за этим в водоканале советуют обращаться в органы местного самоуправления. Оставшиеся владельцы участков намерены и дальше добиваться своего. Сколько времени это займет, к сожалению, никто сказать не берется. Анастасия Болотина, Алексей Фризин. День с толком.